Да, вот, Ринат, уже руки поднимаю. Здравствуйте, я блогер, автор телеграм-канала Жодовна. Я хотела бы задать, ну, во-первых, спасибо вам большое, прекрасный сериал, очень ироничный. У меня такой вопрос. Вы создали, транслируете некий стереотипный образ депутата, который никого не любит, нет у него никаких моральных ценностей, есть только деньги. Развлечения, удовольствия и так далее. Этот сериал в результате мне о чем хочется сказать. Ну, то есть, всегда человек хочет найти в героях что-то человечное, близкое. Ведь, ну, мы по совести не все же депутаты. Ну, какой результат я могу получить от этого сериала? Что? Ну, он, во-первых, мэр, не депутат. Ну, мэр, да. Ну, ничего страшного, да. Это все близко. Ну, на самом деле, это только первая серия. Мы только познакомили вас со всеми героями, история только начинается. Вообще, это, конечно, будет путь исправления. Он пройдет путь, и все эти герои, которых вы увидели, и те герои, которых вы еще не увидели, и там появятся новые герои со второй серии, и с третьей, и с четвертой. И у каждого из них будет своя история. Мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, в нашем сериале как раз-таки заложено. Но просто очень мало времени сегодня у нас для того, чтобы вам это все показать и рассказать. Так что не волнуйтесь. Все будет хорошо. Семен, у нас есть информация, что Паша Деревянковая к нам присоединяется. Ребята, если есть возможность, выведите, пожалуйста, Пашу, к нам на связь. Знакомы ли звуки? Паша, привет! Ты вывелся на связь? Да, вроде вывелся. А мы тебя не видим. А сейчас. Вернан! Привет, ребята! Привет! Паш, ну они посмотрели, они недовольны очень. Да? Говорят, все сыграли хорошо, а Деревянка вываливается из актерского ансамбля. Ну, соня! Паш, мы очень рады, что ты сегодня с нами. Ты можешь сказать какие-нибудь нам слова теплые всем. Или если у кого-то есть ваш вопрос, то можете спросить о чем-нибудь Пашу. Потому что без Паши эта пресс-конференция, она была бы невозможна. Да, она была бы невозможна. Ребята, спасибо вам подробно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сеня, Петя, ребята, вам всем спасибо. Я надеюсь, вам понравилось. Да! Спасибо, братцы и сестрицы. Я очень счастлив. Я сам ничего не видел, но я очень жду этой премьеры. Мы очень сильно старались, все, каждый из нас. И вложили очень много души и своих умений. Так что это здорово, это круто, ребята. Да, Паша даже бесплатно снимался. Он, правда, еще не знает об этом. Как же так, Фейн? Жаль, не счастливый. Такая роль, Паша. Чиновников в нашей стране должны играть бесплатно люди. А, ну, хорошо. Абсолютно. Во-вторых, неправда же это все. Нет, ну, опять же, неправда. Мыру взяточников. Да, ну, друзья, я не знаю. Пашка, ты с нами побудешь? У тебя есть еще время? Может быть, какие-то будут вопросы к тебе, например. С удовольствием. Да, ну, хорошо. Все, ты с нами, как будто бы ты здесь. Все, мы дальше тогда будем обсуждать. Вот, готовы слушать еще другие ваши вопросы. Паша, есть вопросы? А журналисты сегодня пришли на пресс-конференцию? Есть и журналисты тоже. Ну, давайте. Ну, давайте. Добрый день. Я обычный зритель. Я не блогер, не депутат, не мэр. А как вы с тебя попали? Я пришел мимо шоу, мне депутат. За этот закрытый подъезд. Так можно было, да? У меня вопрос может быть банальный и прозвучит банально для создателей, но наверняка, когда пришла идея, да, помню, Семен, создание этого сериала, вы руководствовались какими-то прототипами. И каждый герой – это какой-то прототип. Понятно, как вы уже раскрыли в предыдущем ответе, они все в дальнейшем получат продолжение, каждый с твоим характером. Но хотелось бы там понимать, вы брали какие-то прототипы в реальной жизни? То есть, если это мэр, то кто это? Может быть, конечно, вы не назовете. Ну и, собственно, понятно, что весь смартфон не послужил. Здравствуйте, Павел! Привет! Отличная связь, кстати. Ну, самый вопрос хороший. Никакого конкретного человека, который служит прототипом мэра или кого-то другого персонажа, который здесь уйдет, его нет. Это все-таки собирательные образы. Но я, например, когда играл в КВН, мне приходилось общаться с мэрами, которые нам выделяли деньги. Мы выделяли, это сильно сказано, чаще всего не выделяли. Мы приходили, смотрели, как там все происходит в администрации. Ну и вообще, в принципе, видишь же разных людей, которых показывают по телевизору, что они говорят, что они потом на самом деле делают. И из всего этого формируются какие-то образы. Ну и общаешься с различными людьми. Вот, например, здесь сегодня присутствует Саша Железникова. Он адвокат, он нас консультировал по всем юридическим вопросам. И мы когда с Пашей, Паша это твой тоже друг Саша Железникова. Да, он, по-моему, вышел сейчас похурить. Распереживался, да. Но просто он же этих людей защищает обычно. И когда мы спросили, говорим, там, Саш, ну расскажи что-нибудь. Он говорит, вот эта фраза такая, действуй злодействуй. Вот мэр говорил, действуй злодействуй. Там не мэр, какой-то там человек говорил, действуй злодействуй. И мы раз, сразу же это вставили. То есть, в принципе, все так с миру по нитке собирается. Вот Петр Викторович что-то привнес, Паша что-то привносит. Все, ну это такая называется коллективная работа. Так, собственно, создается. Пишется сценарий, потом все собираются, и это все начинает обсуждаться. И что-то из всего этого получает. Все, не надо. О, класс. Все, да. Ответили на ваш вопрос? Да, спасибо. Да, следующий вопрос. Добрый день, меня зовут Жан. Я главный редактор одного из крупнейших сайтов Pekino 50.ru. Спасибо за этот проект. Но вопрос будет в следующем. Какова ситуация в России с политическим юмором? Были ли моменты, где вы себя отдергивали за руку? Какая-то цензура. Был ли у вас куратор из АП? Мы показывали бы это на старой площади. Спасибо. Нет, мы не показывали это на старой площади. Ну, у нас работает портал ТНТ-Премьер. Я думаю, люди со старой площади тоже подключатся, зарегистрируются, заплатят 129 рублей в месяц. И выберут время в своих сложных буднях или выходных и посмотрят этот проект. Нас не курировал никто. То, в принципе, все образы собирательные. А ситуация с политической сафирой вот такая, как вы видите. Пожалуйста. Невозможно сказать, какая... Да, Пашка. Да. Извини, я тебя перебью. Ребят, я не буду отсвечивать долго. Я хочу заставить мои коллеги, мои любимые партнеры. Я вас всех поздравляю, нас всех. Всех люблю. И при этом мы их печатаем. Вот такая ситуация с политической сатирой. Паша, как только услышал, он не знал, что это политическая сатира на саде и правах, которые он снимался. И как только узнал, он решил сразу же выйти из этого. Есть вопрос, давайте. Есть вопрос к Павлу. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, скажите, пожалуйста, в продолжении вопроса, который прозвучал, да, вообще предотвращивало. Скажите, как конкретно вы готовились к этой роли Мэри? То есть вы, не знаю, включили телевизор, наблюдали за поведением, как бы тем, как подсчитывать с долларом в глазах Мэри, ну и так далее. Бравильно, вы все, Павел. Да, 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 в качестве эксперимента, например, и так далее. Спасибо. Так, слушайте, ну опыт уже есть большой, я между актерской какой-то уже, все-таки там 22 года я в профессии. И потом, очень здорово, что выясняли сначала пилот, и где-то через год или даже через полтора приступили уже к основным съемкам и снова переснимали первую серию, то есть для меня это был первый пилот, как репетиция, вот, и без этого было бы тяжело. Ну, как-то вот потихонечку с помощью своих коллег, с помощью люди, с помощью семьи, собственно, и сожжались на полосе. Не за конкретными наблюдали людьми, да, какими-то? А, смешно, кстати, вот вы спросили, но мне очень понравилось, я слушал в Ютубе переговоры Бориса Березовского, телефонные, вот, и Паше об этом тоже рассказывал, у нас будет фильм о фильме, и мне очень понравилось, чтобы он так быстро разговаривал, безусловно, да, 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 нет, вот это не надо, дорогой, да, вот это вот, да, вот это вот, да, вот это вот, да, вот это вот, да, и вот мы с Пашей, когда этот образ прорабатывали, я ему напоминал, говорю, вот смотри, как Борис Абрамович разговаривает, так быстренько, быстренько все вопросы решает, раз-раз-раз-раз, так все подсуетил, все что-то бегают, делают, вот. Да-да, когда я немного терял образ, Сеня подходил ко мне и напоминал Березовский, и все сразу встал на свои места, боево было. Спасибо. На здоровье. Ну, это имеет отношение просто краска такая, как бы это, естественно, к Березовскому отношению все не имело. Ребята, я вас люблю. Пашка, давай, спасибо тебе, спасибо. Паша очень можно в проекте сейчас снимать, на самом деле, и вот он. А у него карбунок, ребята. Да, видишь, он даже в гриме сейчас, вот, как карбунка. Обнимай вас. Пашка, спасибо, давай. Пока. Ну, что, все, расходимся? Нет, я работаю на телеканале Альдзавы, но, слава богу, сейчас я не на работе. Ну, вот, вопрос просто от обычных зрителей. Когда вышел фильм Андрея Сдагио-Саверик Сдагин с Вадимой Афан, мы помним, что были всякие гонения на него со стороны, как раз, к сожалению, правящих властей, что какой мерзавец, так показывается все на самом деле по-другому, и вообще, как не стыдно, а тем более этот фильм показывает на международной арене. Вот вы, Семен, морально готовы к тому, что сейчас, к сожалению, вероятно, правильно и адекватно у нас... Альдзавы... Альдзавы...